девчонки выпила я горячий капучино выпила чай с лимоном такие красивые у них чайники прямо такой был горячий горячий часть стоит у них 4 евро солнце вот только что уходит а капучино стоит 3 и 10 смотрите как солнце они закрывают крышку раздвижную бар кавур было солнце они солнце убрали хотела последний лучи солнца ангел мей вичины суриданы а после трансферита куадала перпендера ультима соли ой девчонки 7 евро заплатила чтобы посидеть еще на солнышке этот так так закрывает крышку придется жду джовану придется мне туда пойти на улице подождать ее на скамейке вот им повезло последнее стало и у них есть еще солнце такая собачка классная так смотрит такими грустными глазами лясточка так что мы собираем то есть если вы хотите то есть то есть это это и это коза чего авиамонта че бары хочу рамент и гучи grazie все это студентессы бравые комплименты комоды вот девчонки итальянки стиля итальяна девчонки такой холод что все сидят пальто посмотрите внутри бара все мы сидим пальто я сейчас сижу с моей подругой сами понимаете и возьму пунш английский горячий чтоб согреться потому что я с 11 утра на улице и вот сидим и вот педроки нашим любимым клуб педроки клуб педроки лора пенсоран и т.к. альдо девчонки еще раз беву т.к. альдо это вот наш клуб педроки где одни эти сидят альдо а а а а и Девчонки, привет! Добрый вечер! Девчонки, вот такой вот у нас Клуб Педроки. Всем пока, доброго вечера! Девчонки, здравствуйте! Посмотрите, собака Ариэль. Десять лет, такая бонтон, рафината, элеганта. Ариэль! Такая красивая собака вообще, такая спокойная. Вот она, посмотрите на неё. Первый раз вижу такую красивую, воспитанную, элегантную собаку. Жду Джованну, вот-вот должна подъехать. А это вот её хозяйка, красивая итальянка. Мы с ней поговорили, она сказала, что собачке десять лет. Вот ещё красивые итальянцы выходят. Крышу закрыли, последние лучи солнца. Держусь, сижу, принимаю последние лучи солнца. Потому что я прочитала, что витамин D успокаивает нервную систему, даёт здоровье и помогает выйти из душевной боли. Вот эти вот солнечные лучи, которые через клетчатку глаз попадают в мозг, помогают отойти, ну, помогают поднять вот эти гормоны счастья, эндорфины, сиротунина. Я не врач, но вы сами прекрасно знаете, что это делает солнышко. Ой, куда собака ушла? Иду, века, не? Спорита. И... А-а-а! Пошла спать за столом. И оказывается, вот я вчера начала вот слушать Лобковский, да? Михаил Лобковский, психолог московский. У него такой голос такой успокаивающий. Я прямо засыпаю, слушаю, слушаю его речь, его интересные блоги, рассуждения, и засыпаю. Вот он мой ровесник оказался. Тоже живёт один, рассказывал, что вот ему нравится жить одному, что у него есть домработница, что женщина ему не нужна, так как всё, все роли женские дома исполняет домработница. Уборку, стирку и всё такое. И... Там ещё какая-то научная программа была, но я не досмотрела, я соснула. Постараюсь сегодня досмотреть. Теперь мне любопытно вообще, что такое душевная боль. На научном... На научном уровне хочу всё понять. И вот насиделась, я выпила капучей на горячую, выпила чаю горячего с лимоном. Очень красивый такой чайник. Даже вот я уже всё, весь чай уже вылила в чашку, а всё равно чайник был ещё горячий ещё 10 минут. Это как же вот этот материал, фарфор называется, да, держит тепло ещё лишние 10 минут без горячей воды внутри. Так интересно, такое физическое открытие сегодня сделала. Вы представляете, девчонки? Всё будет хорошо, всё путём. Не переживайте. Я тоже стараюсь не переживать. Думаю, что всё будет прекрасно. У девочки сумка. Келли маленькая. Вот, до сих пор мы ходим в шапочках с помпончиками. Я тоже сижу в шапочке с помпончиком, потому что это моя шапочка тоже Макс Мара. И пальто Макс Мара, и они по цвету друг к другу. Чао-чао. Друг к другу подходят. Такая девочка хорошая, рассказала всё про собаку свою. Вот они, итальянки, они такие доброжелательные. Они выросли в счастье, в стабильности многие. Поэтому они не завидуют. Они доброжелательные. Особенно молодёжь. Вот я заметила, что молодёжь у них очень такие, воспитанные, дружелюбные, ласковые такие. Всё время здороваются. Вот такие вот дела, девчонки. Последнее поколение. Ультима генерациони де итальяны. Как-то я читала, был такой писатель, Пелевин, да, по-моему, его звали русский. Когда я 12 лет назад всё время читала книги, я их даже ещё так дорого покупала здесь, в книжном магазине. Каждая книга стоила 20 евро. Я люблю читать только на русском языке, потому что, чтобы понять смысл книги, я должна на языке читать на языке, который прекрасно знаю. Это я просто из-за вот этих вот всяких психических волнений, то, что меня доводили, не высыпалось. Я даже разговаривать не могла по-русски. Сейчас вот потихоньку даже у меня речь восстанавливается русского языка. Многие даже удивлялись, как я могла закончить филологический факультет педагогического института, что даже не умею разговаривать. А это оказалось вот благодаря тому, что меня отравили, у меня даже память отшибала. Естественно, память отшибла, что сумку саму свою Шанель забыла. Слова не могла бедная вспомнить, до такой степени мозги мне запудрили. Я как в ловушке была, как загнанная, это, муха в паутину паука. Так что, девчонки, будьте осторожны, чтобы не случилось и с вами никакого газлайтинга. И вот я помню, у него вот Пелевин, да, его звали, у него такие классные книги были. Он был вот 20 лет назад писатель такой. Тогда он считался современным писателем, он, наверное, уже состарился тоже. Хотя, может быть, он мой ровесник. Вот я любила его книги читать. Но в последнее время нет времени на книги. Я всё читаю через YouTube или смотрю познавательные программы и комедийные программы. Особенно люблю «Вечерний ургант». Вот, когда смотрю «Вечерний ургант», хоть немножко смеюсь, улыбаюсь, иногда хохочу даже, и как бы отстраняюсь немножко от этой странной реальности, в которую я вошла последние 8 лет. Ой, 8 месяцев. Вот девчонки здесь сидят. Не золотая молодёжь, они сидят на скамеечках, греются. Да, кстати, может быть, когда сейчас придёт Джованна, ну, сперва мы, конечно, пойдём, может быть, сюда, в Санта-Лучио, который сзади меня. А потом сходим вот на Баромео, галерея Баромео есть. В Вилаши. Они убираются. Грация, милия. Тоже официанты, и тоже они хотят уйти домой побыстрее. Уж оставлю. Убираются. Видите, как они убираются все. В основном работают румыны и молдаваны. И вот здесь вот Санта-Лучио, наш бар, который я летом тоже показывала, в который позавчера мы встречались, но такой дубак тоже. Но здесь такую дают к бокалу вина 5 евро, например, красное вино. Дают такую тарелку горячих-горячих. У них как-то называется это стиль баллони было, бары, аперитивы. С Тутикины называется, да, по-итальянски. И вот это вот хозяин идёт. Они все судоитальянцы. И такие горячие-горячие пицеты, такая вкуснятина вообще. Фритаты, дивердура и всё такое. И даже потом и ужинать не надо. Такое всё горячее. Получается, что ты там платишь 5 евро за бокал, а потом ещё и наедаешься. Вот вам 5 сакавур. Это и есть кавур. Настасья Филипповна вам расскажет, кто такая кавур. Ой, кто такой кавур. Говорю, кто такая. Сан-Валентина прошло. Всё прошло. Солнышко сейчас. Уже уйдёт солнышко, станет холодно. Вот они все-все судоитальянцы. Чао. Вот хочу с Джованной сегодня пойти и в бокс, где там всегда молодёжь так красиво и стильно одевается. Сегодня что-то мы никакой стритстайл не сделали. Как-то я немножко ленивая сидела на солнышке. Вот, когда не было карантина здесь и вечером до часу, до двух часов ночи. Рестораны были открыты, пиццерия. Всё-всё-всё. Здесь всякие продукты, всякие-всякие. Там ужины, такие вкусненькие. Всем желаю здоровья и добра. Самое главное, девчонки, оказывается, здоровья. Вот поверьте мне. Это я поняла 54 года. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.